Кто-то скажет, какое это отношение имеет к сегодняшней конференции или к сегодняшнему служению верующих? Самое непосредственное. Во-первых, если бы Христос не воскрес, то все, что мы сегодня делаем и на все, что мы собрали сегодня, оно не имеет никакого значения. Но кто знает Писание, кто читает, то смертью и воскресением Иисуса Христа что-то огромное произошло во Вселенной. Вот там было прибито то, что разъединяло, то, что не давало быть вместе. До сих пор для меня Божий народ, Божий народ, до сих пор я язычник, но помилованный. И я с любовью, вы знаете, первый еврея, который я встретил в Америке, это был Леня Шприрегин, который меня обнял, назвал братом. И я его, и в свое время очень часто мы пересекались. Друзья мои, хочу сказать, что сегодня в этом зале присутствуют служители разных церквей. Скажу больше, даже разных динаминаций. Но объединены одной великой целью – помолиться о Божьем народе и попросить мира Иерусалиму. Меньше буду говорить, больше читать. Братья, говорит Павел в послании к Крымлинам, 10 глава, 1 стих. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Ну, Павел, с тобой все понятно. Еврей ты от евреев, из народа Израиля, и колено ты свое всем сказал. Ну, а при чем здесь мы? При том, друзья, и при том. И Писание просто, оно нашпиговано такими важными, 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 важными цитатами, которые я с Божьей помощью сегодня прочитаю. Крымлинам обращает апостол Павел свой голос. Ну, не к евреям же, но когда будете читать первую главу, он там пишет. Для всех помилованных, чтобы не быть голословным, просто прочитаю, как там написано. 7 стих. Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога. Всем, кому, кого помиловал, кому открылся, как миссия Израиля, и язычникам открылся в своей великой милости. Вот зачем, друзья, вот почему мы здесь. И я так быстренько, потому что каждому выступающему просто обрезали, да не могу. И я просто буду читать слова, почему сегодня мы, почему мы сегодня вместе, почему мы, читаю, братья, спасибо, но я не о том, о чем вы подумали. Я буду читать места священного писания, которые говорят, почему мы вместе, почему мы сегодня вот совершаем то, что совершаем. 4 место священного писания, послание Галатам, 3 глава, 26 стих. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Слава нашему Господу! 2 место, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, то есть мы с вами, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Как приятно читать это слово. Римлянам, 10 глава, 11-12 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Слушайте внимательно. Здесь нет различия между иудеем, и язычником, и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. И вот слушайте здесь особенно внимательно. Послание Колоссянам, 3 глава, с 8 стиха, несколько стихов. А теперь вы отложите все. И здесь перечисляется, что именно. Гнев, ярость, злобу, злоречия, скорословый уз ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его. И вот слушайте особенно внимательно. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания варвара, скифа, раба свободного. Но все и во всем Христос. И вы знаете, когда я это место прочитал, думаю, святому духу через Павла было просто открыто, что вот такие люди, как скифы, им нужно просто отдельной строкой здесь написать. Кто читает историю, кто знает, откуда наши корни, то я скажу. Я не особенно внимательен к тому, что пишут ученые, но почему-то здесь поверил. Пять или шесть веков до рождения Христа и три века еще после его существовали беглые, перемещающиеся племена. Которых называли скифы. И они жили от Алтая в современной России до Черного моря севера и территории Крыма по сегодняшний день. И кто оттуда он знает, вот эти скифские поселения, то, что открывают ученые. Они жили в районе Казахстана северного, в некоторых местах Сибири, в некоторых местах Молдовы. Друзья дорогие, почему-то важно было написать апостолу Павлу, что во Христе Иисусе нет ни скифа, ни варвара. Варвара называли древние греки, древние римляни и всех остальных. Потому что они были грамотные и разумные. Это для нас. В Иисусе Христе нет русских. В Христе Иисусе нема украинцев. Вы меня сразумели? Нет молдаван, нет белорусов, нет евреев. Но все мы братья, все мы сестры. И только тот не понимает, кто невозрожденный еще свыше. Я иначе не понимаю. Я не понимаю членов церкви. Я не понимаю некоторых служителей, которых я встречал в своей жизни. Говорят, а зачем мне это? Зачем мне это? Евреи пусть живут себе, а я живу себе. Друзья мои, а я не могу жить хорошо, если с евреем не все хорошо. Вот так я научен с детства. Я так научен с юности. Так меня воспитал мой отец. И я сегодня хотел вместе с вами. И хочу помолиться. И еще по одной причине, друзья. Очень важно. Это вторая причина, по которой я помолиться сегодня хочу. И прочитаю, чтобы не говорить своими словами, тоже к посланию к римлянам. Очень крепкое слово. Друзья, будьте очень внимательны. Я понимаю, что в этом собрании кто-то покается в конце. И даже, может, призыва здесь не будет. Но вы просто должны. Мы должны сегодня покаяться. Потому что не все правильно относятся к народу Божию. И почему я вам сегодня читаю. Друзья, читаю такое слово, которое должно просто перевернуть некоторых сознание. Римлянам 11 глава 17 стиха. Слушайте внимательно. Если же некоторые из ветвей отломились, говорится о Божьем народе. А ты, это я, это ко мне. Может и к вам. Слушайте внимательно. Дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока масляной. То не превозносись пред ветьями. Если же превозносишься, то вспомни, что ты не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться. Хорошо. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадить ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе. Если пребудешь в благодати Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут, не вери и привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен над дикой по природе масляной и не по природе привился к хорошей масляне, то тем более эти природные привьются к своей масляне. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Тани этой, чтобы вы не мечтали о себе. Это вот к нам, к русским особенно. Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И этот завет им от меня, когда снимут с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради нас. А в отношении к избранию возлюбленные Божией ради отцов. Ибо дары и призвания Божия непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости ведения Божия! Как непостибны судьбы Его, неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать. Ибо все из Него им, к Нему, Ему слава вовеки! Аминь! Вот, друзья, почему я и ты сегодня сидишь на этом месте. Потому что тот народ, который избрал Господь, те обетования, которые Он дал Ему, перешли просто к тебе по жестокосердию, не верю их, до времени, пока войдет полное число язычников, когда это будет, я не знаю. Поэтому береги, что имеешь, радуйся, и потому слава Господа, и прославляй Его, и благословляй за тот народ, ради которого ты сегодня здесь, через неверие, которого ты сегодня здесь. Вот почему молитва за Израиль, вот почему я должен благодарить постоянно Господа, потому что Господь сынов своих сказал в сторонку. Вот, там есть Славик, там есть Дина, там есть Петя, вот чтобы не пришли. И вот сегодня составил Господь из двоих одно, и вот такое чудное. И мы пришли сегодня, чтобы молиться, чтобы славить Бога за Его милость, которая нам, язычникам, открылась. И я сегодня хочу вам сказать, друзья дорогие, здесь будет, кроме меня, еще пять спикеров или проповедников, или как хотите их назовите. И после каждого будет молиться несколько пастырей, и вы нас поддерживаете в молитве. Молиться будет сразу. Только я скажу аминь, и уже братья выйдут сюда, пастыры, и будет благословет народа Израиля. И вы будете молиться и поддерживать это служение. Оно этому посвящено. Все да будет для славы Господа. Аминь. Я призываю вас подняться на ноги, и призываю моих братьев, которые будут вместе со мной молиться уже. И уже начать молиться. Друзья дорогие, благословляйте народ Божий. Благословляйте его. Благословляйте. 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 Благословляйте.